Здравствуйте, дорогие ученики! Мы с вами начинаем изучать новую тему, и сегодняшняя тема у нас Деепричастия. Сегодня на уроке мы поговорим о том, что такое Деепричастие, для чего вообще нужны эти Деепричастия, какие есть виды и как они образуются. Ребята, все мы совершаем какие-то действия. Утром просыпаемся, умываемся, завтракаем, делаем уроки, поливаем цветы, просто стоим или едем на автобусе. Это все действия. И мы с вами помним, что это у нас глаголы. Итак, человек может совершать еще и несколько действий одновременно. Вот, например, об этой девушке мы можем сказать, что она путешествует по миру и фотографирует. А вот об этом человеке вообще он совершает одновременно несколько действий. И читает, и листает, и рисует, и катается. То есть человек может совершать одновременно несколько действий. Но все ли действия равнозначны? Давайте посмотрим на эту девочку. О ней мы можем сказать, она катается и улыбается. И можем составить о ней такое предложение. Марина улыбается и катается на велосипеде. Это равнозначные предложения, равнозначные глаголы. Улыбается, катается. Действия равнозначны. Но на самом ли деле эти действия равнозначны? Давайте разберемся. Девочка села на велосипед наверняка для того, чтобы покататься. А вот улыбается она, ну, наверное, потому что счастлива. Или ей что-то другое нравится, она вспомнила. Но в любом случае села на велосипед, чтобы покататься. И вот это предложение мы можем переделать по-другому. Марина улыбаясь катается на велосипеде. В этом случае у нас основное действие будет катается на велосипеде. И у нас еще будет добавочное действие улыбаясь. В этом случае вот эти части будут неравнозначны. И вот это улыбаясь – это у нас и есть деепричастие. Таким образом, мы получаем, что деепричастие – это самостоятельная часть речи, которая означает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголами. Отвечает на вопросы, что делая, что сделав и как. Теперь давайте я вам расскажу историю о деепричастии. Вот у нас есть глагол и есть наречие. Мужчина и женщина. Они влюбились, поженились. И вот у них есть ребенок. Ребенок – это у нас деепричастие. И раз деепричастие – это ребенок глагола и наречия, то он похож и на глагол, и на наречие. Теперь давайте посмотрим, чем. Вот на глагол он похож тем, что образуется от глаголов. Глаголы мы помним, что бывают совершенного вида и несовершенного вида. Деепричастие тоже. Деепричастие требует после себя того же падежа, что и глагол. И вот наречие. Не изменяется и в предложениях является обстоятельством. Теперь давайте посмотрим, как же образовать этот глагол. Мы уже увидели один пример. Давайте рассмотрим полностью. Итак, мы уже знаем. Несовершенный вид – совершенный вид. Анкатар керп, катар алкерп. В первом случае образуется от глаголов несовершенного вида образуется от основы настоящего времени. С помощью суффикса «а» после согласных, «я» после гласных и «ясь». Давайте посмотрим на примерах. «Читать». Вот у нас есть глагол «читать». Теперь настоящее время, третье лицо. Они читают. Вот мы получили «они читают». Убираем «ют» и добавляем «я», так как «а» у нас. Классное. «Слышать». Слышать. Давайте разберем еще один пример. «Они слышат». Опять убираем «ат». Видим «ш». Согласно. Значит, нужно будет добавить «а». «Слыша». «Кататься». Вот здесь мы видим в конце возвратность «ся». Это означает, что мы должны использовать «ясь». «Кататься». «Они катаются». «Катаясь». И вот совершенный вид. Совершенный вид образуется от основы прошедшего времени с помощью соффиксов «в». «Шись», «ши», «шись». В первом случае после гласных, во втором после согласных. «Прочитал». У нас прошедшее время. «Прочитав». «Услышал». «Услышав». «Покатался». Опять видимся «покатавшись в лес». «З» у нас согласно. «Влезши». «Заперся». «Запершись». Теперь давайте посмотрим, в каких случаях употребляется несовершенный вид и совершенный вид. Вот у нас есть мальчик. Мы видим, что он слушает музыку и еще катается на санках. И вот о нем мы можем составить следующее предложение. «Слушая музыку», «Максим катался на санках». «Слушая». «Слушая». «Буду насти» и «Причасти». И что мы можем сказать? «Мой видимо, что это действие одновременно происходит. «Мальчик». «Мальчик». «Аднавременно слушает музыку» и «Катаяц». «Слушая музыку». «Максим покатался на санках». Вот у нас опять Максим. И теперь у нас дейпричастие «послушав» от совершенного вида. И вот здесь мы можем понять, что он сначала послушал музыку, снял наушники и затем пошел кататься на санках. от которых нужно будет образовать деепричастие. Давайте сейчас два примера вместе сделаем, остальное вы уже самостоятельно. Итак, у нас есть читать, читать. Как думаете, как нужно образовать? Читать это несовершенный вид. Читать, прочитать. Они читают в настоящее время. Убираем ют и добавляем я, так как у нас а, гласная читая. Смеяться. Опять несовершенный вид. Смеяться, посмеяться. И видим возврат на ся. Значит, нужно добавить ясь. Смеясь. Они смеются. Убираем ются. Смеясь. Остальное, пожалуйста, сейчас остановите видео. Выполните. Потом проверим. Сделали? Молодцы. Проверяем. Читать, читая. Смеяться. Смеять мы уже сказали. Написать, написав. Встретить, встретив. Полюбить, полюбив. Посмеяться, посмеявшись. На этом у нас все. Я вам желаю всего хорошего. До свидания.